приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева и сегодня очередное необычное видео на 46 километре трассы одесса рени на днестре проводится турнир трех сезонов три сезона это весна лето осень так он называется этот турнир он международный тут приехали из молдавии с украины спортсмены вот ловля на фидер и поплавок то есть в принципе можно узнать в конечном счете сегодня от спортсменов что эффективнее фидерное удилище или поплавочное я являюсь президентом одесской федерации рыболовного спорта начинал я с того что тоже вот любителям очень сильно хотел попасть на турниры какие-то ну вот попал потом стал руководителем поплавочного направления в одесской области федерации сейчас вот уже являюсь президентом федерации одесской области это кубок трех сезонов он проходит в три этапа первый этап весна второй этап лето третий этап осень и награждение всех участников по результату 3 3 этапа но всех трех этапов осенью клубок проходит уже третий год в этом году в этом году у нас уже есть спортсмены с молдовой четыре человека приехала ну на кубах растет все больше людей приезжает на него участвовать это будет и фидер и поплавок это не будет между ними соревнования они будут одновременно участвовать можно будет спортсмену ловить либо поплавком либо фидером и менять во время тура удилища это в англии проводится давно называется матч фишинг англичане это очень давно практикует либо одним удилищем Enjoy your new intended либо это ловить одним удилищем но либо поплавком либо вы фидерам смотреть порой бе если рыбы совсем близко то можно взять поплавок и ловить поплав ком убрать либо ушла взять фидер ловить дальше на дальней дистанции пфето honestly можно ли а поделить на этом турнире что эффективнее можно прошлом году было определено и турнир был выигран поплавком человек ловил все три тура поплавком здесь на 46 на реке были уловы в прошлом году 13-13 с половиной килограмм за пять часов по плавкам выловы это была платва это был подлещик секретов нет есть один секрет приехать и участвовать не бойтесь едьте спортсмены они не кусаются с наоборот у нас есть человек он сегодня будет опять он прошлом году попал первый раз и он приехал когда на соревнования он считал себя что вот он у среди своих своей компании он самый лучший рыбак был он ловил больше всех всегда и везде очень хорошо никогда попал сюда и вот он понял что он вообще ловить не умеет практически по сравнению с тем как ловит спортсмены в каком темпе и к концу третьего этапа вот уже осенью у него уже как-то ну он уже более лучше ловил у него больше было уловом и он весь год ждал когда будет опять 33 сезона чтобы приехать участвовать и не пропустить его время еще два вопроса вот таких чисто потребительских с точки зрения любителя скажите пожалуйста вот как по вашему мнению вот весной какой вкус цвет и запах прикормки лучше всего работы более нет нет он такой не сильно ярко выраженный слабоватый и чем прикормка должна быть во-первых темная потому что вода сейчас прозрачная она еще нету бактерий этих нету травы отмерзшей которая уже мутит воду вода прозрачная рыба боится ярких пятен сейчас она не будет выходить надо прикормку темней чтобы она с одном бы льны в то же время было побольше земли для того чтобы прикормка не была насыщенная рыба мало питается вода холодная рыба еще мало активная ей на дом мало прикормки но в то же время должна земля напитывает запах земля дает запах и рыба на запах приходит и в то же время накопается но насыдется не можетscenes какой вкус и цвет вот здесь сказать какой вкус и цвет сейчас очень сложно при кормах такой огромный выбор и они все работают у кого-то может она лучше сейчас работать через час солнце поднимется она может стать хуже работать другая за вот на ваш выбор ну сейчас по плотве это кориандр но сейчас целью по главная рыба это плотва это кориандр специи кориандра карася карася сейчас поймать здесь на реке очень сложно но можно но это чеснок чеснок мотыль запах мотыля червь и второй вопрос скажите под интересует по длине поводка вот как определить правильно поводка смотрите если поводу если вы при подсечке рыба сход в 1 но если один сход это не страшно если на каждой подсечке из 10 подсечек 8 сходов это значит короткий поводок если при подсечке крючок сильно глубоко на каждой подсечке очень глубоко крючок начать это длинный поводок это вот ну вот таким путем определяется либо поклевка есть подсечка рыбы нету поклевка есть подсечка рыбы нету значит короткий поводок рыба не успевает взять она уже будилище показывает либо квертип фидере показывает либо поплавок что рыба пришла на точку она стала она взяла но она еще не успевает захватить захватить а поклёвка уже передано и вырывается с рта надо чуть-чуть деть по воду там буквально 5 сантиметров огромное спасибо большое здравствуйте здравствуйте расскажите кто вы я лавр дмитрий из молдова так теперь молдави ну как чемпион брал по разу медали за кубки ты в прошлом году был это сама в барабой взял первое место 2 единицы по карасю там ловили 5 софтур там по 12-13 килограмм понятно сегодня решили победить местных спортсменов но есть пару спортсменов которые участвовали в прошлом году да вот серба там грищенко и думали чтоб сегодня опять приехать сюда половить так и чем собираетесь в этот раз их побеждать как мы будет сложно не были на тренировке как-то так прошлом году если мы были на тренировке знали а сейчас не знаем как это сама ну постараемся какие у вас будут секрет расскажите хоть пару секретов как секреты нету как обычно темп держать работать работать и это самое скажите пожалуйста по вашему мнению какая прикормка вот самое эффективное сейчас на дистре он такой не сладкий не сладкий специи какие-то да 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 специи да но не сладким не сладкий надо понятно и еще один маленький вопрос скажите пожалуйста какая у длина поводка будет эффективно как вы думаете здесь да опять же не знаем не были на на тренировке но я думаю 70 80 но уже по по ловлю же будем смотреть там менять и длиннее короче друзья вы помните да это мандрик сергей это семейшин дима дмитрий да вот сергей тоже участвует в этом мероприятии и уже готовит свою прикормку сергей расскажи про свою прикормку чем ты будешь сегодня удивлять рыбу на две прикормки ну расскажи о прикормке которые все ты будешь использовать у меня сегодня два состава так один более активный темный до на плотву а второй с расчетом на карася не второе у нас расчетом на карася будем пробовать две дистанции две разные тактики и во время тура проверять что будет более выгодно а вы будешь на фидер или на полог буду пробовать и то и то плотву намерен ловить на поплавок карася буду пробовать искать на фидер как то так понятно посмотрим по запаху можно запах такой довольно нейтральный до вода холодная но какие-то какие-то специи да это понимаю ну здесь более специи на плотву на карася более что-то такое даже не сам не могу понять такой букет обширный жирный букет да 1 практический чемпион добрый день доброе утро ну расскажите кто вы и как вы собираетесь сегодня побеждать виталий бабич соревнованиях участвую не так давно второй год вот в кубке трех сезонов в общем то скажем так но уже есть скажем так определенный опыт который принимаю друзей спортсменов вот есть чему учиться потому что общего с аматорской рыбалкой в общем то ничего нет там есть какие-то достижения здесь еще очень очень скажем так всего мало но и тем не менее сегодня уже с опытом прошлого года попытаюсь все таки уже что-то как-то предъявить своим оппонентам вот ну надеюсь все таки что будет равная честная борьба и в ней победить сильнейший один вот у вас осталось практически самое правое место да да и сказать это преимущество или недостаток ну вообще преимущество нас учетом что я собираюсь словить на поплавок для меня это недостаток потому что мне было лучше чтобы у меня с двух сторон не было ну как минимум с одной стороны не было соперника чтобы я был с краю маленького помоста а получилось что на большом помосте между двумя спортсменами поплавок ну ему все-таки нужно больше места больше сектора для того чтобы ловить проводку поэтому для меня это больше минус это не сильно удачно не а то что ваше место самое практически самая правая по отношению по течению реки на самом деле сейчас это не имеет никакого смысла потому что большая плотность ранее поэтому везде будет рыбу то есть когда ловить леща там какого-то и край как бы может сыграть или карася того а на такой рыбе когда ее много на хим на это вряд листов расскажите на что среди будете ловить на кормка года как укормку плотвины черный то есть плотву больше преимущества на карася уже просто раз вы карася натормеливался еще взяли за обычно всякий пожарный замешал мы скорее всего здесь этот номер не пройдет рельеф другой и там другой будет понятно а из насадки что мотыль это прикормочный это кормовой да мелкий тут насадочный или уже забрали насадочного чуть-чуть одна порция осталась мотыль и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, через 2 минуты будет дан закормочный старт и спортсмены начнут прикармливать свои точки лова. Корректор А.Кулакова Какая глубина лова сегодня? Корректор А.Кулакова Сегодня где-то будет порядка 3 метра. Три метра, да? Да, 3 метра, 30 копеек. Но это на дистанции 7 метров. Удилище 7 метров. Ага. Какую рыбу планируете сегодня ловить? Плотва. Плотва. Одна плотва. Уклейка будет еще попадаться. Карась? Карась может подойдет, но карась сейчас чуть-чуть на глубине. Карась может и подойдет, но это... Ну вы сегодня планируете на поплавок ловить, да? Поплавок, но вот и заряжен это самый light, fiber light. Ага. Чтобы если тут будет плачевно, перейдем чуть-чуть дальше. Два парыша? Да, да. Чулочком и запанчиком. Виталий, добрый день. Добрый день, Александр. Я так понял, что вы сегодня в качестве судьи в соревнованиях? Да, пригласили от федерации поучаствовать в нашем фидерном чемпионате областном. Поэтому невозможно было отказаться, тем более получить такой, скажем так, опыт, подсмотреть за спортсменами, по секрету вам скажу. Возможно, Александр вам некоторые секреты тоже покажет. В свободное от рыбалки время мы с моими товарищами немножко уделяем социальным сетям. Пропаганда спортивного вида ловли, поймал-отпусти в разных видах рыбалки и хищник, и карпфишинг. Одной из площадок, где мы общаемся на эту тематику, является вайбер-группа рыбалка в Одессе и области. В принципе, многие о ней уже слышали, многие состоят. Приглашаем всех, здесь вы найдете информацию о актуальных местах, где идет та или иная рыба. Зададите вопрос, получите исчерпывающий ответ и в любом случае даже договориться о... Поехать, договориться о конкретном времени, разделить расходы на рыбалку. Все это, как бы, площадка очень удобная и, соответственно, для тех же самых YouTube-блогеров, вам, Александр, вы знаете, вы приглашены, используете площадку для того, чтобы те же свои видео оперативно довести, что вот они готовы. Пожалуйста, смотрите и черпать подписчиков. Поэтому, в любом случае, все мы взаимодействуем, все взаимовыгодное сотрудничество. Приглашаемся. Друзья, ссылка на группу вайбере будет обязательно под этим видео. Так что, если кому надо, заходите в описании к видео. Все, друзья, начался турнир. Все забросили свои снасти. И начинают вытаскивать рыбу. Так, кто же первый? Как любителям сейчас, в данный момент, когда уже запрет действует, как можно ловить и где можно ловить? Расскажите об этом. Запрет можно ловить в местах, отведенных для любительской ловли. Это, ну, узнать можно об этом на сайте Держрыб охраны Одесской области. Ну, я могу сказать, здесь, по данному водоему, по Днестру, место любительской ловли отведено от моста в маяках до впадения реки Турунчук в Днестр, так называемой стрелки. Разрешено ловить один крючок, одна снасть. Либо донная фидер, либо поплавочная. Это вполне, ну, и, естественно, соблюдать размер рыбы, не брать маломер плотву леща и карася. Также соблюдать норму вылова, не более трех килограмм. И, пожалуйста, приезжайте, ловите, вам никто не будет трогать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 возлюблены но вы хоть еще одну видите хотя бы еще одну ну друзья остается пять минут до окончания состязания сейчас будет дан сигнал предупредительные за пять минут чтобы рыбаки знали что осталось у них пять минут друзья встречи меньше минуты до окончания состязания рыбаки вылавливают по крайней после гудка рыбу выпустить первый у нас лавр дмитрий смотрим что у него 5 440 это 440 авторов есть тем 440 7 440 макс авторов да как эти у нас андрей 7 890 вау андрюха крафик пока 4 у нас и тогда не ленка смотрим что у него 7 067 грамм Следующий у нас в эту дату Моисей, тоже спаслен в Молдавии. Смотрим, что у него. 3,830. Димон нашел варианты карасялов. 5,380. 5,280. 7,630. 7,630. Задорожный этап. Далик, кстати, автограф мой. 4,040. 4,040. Можно? Давай. Ну, там, там, там. Пошел вес, пошел вес. Держи, давай голову. Кай. Сяточка. Вот и пас. Пошел, нету. Рэпидент поможет. Попрецедент сам. Ого. Ого. Ого-го-го. 12,370. Аллилуйя. И кто говорил, что он не чемпион, а? Да, чемпион. Красавчик. Красавчик. Посмотрит. Посмотрит. Пистый? 7. А? Больше. 9,060. Второе место пока второе место Саша Антон покажет свой улов Мельник Антон Одиннадцать триста десять Одиннадцать триста десять Шесть четыреста девяносто Маленький трипл Так смотри еще красавчик Молодец Растешь Так интрига накаляется До предела Внимание Один из фаворитов состязания Я рос и устал Я устал Не дай голову дай Садок растягиваем Растянули садок Садок растянули посмотрели рыбу Нету нету Да боже Итак господа Ничего себе Двенадцать шестьсот Двенадцать шестьсот Двенадцать шестьсот Так следующий у нас Стельников Сергей Смотрим что у него Семь пятьсот сорок Семь пятьсот сорок Семь пятьсот сорок Сидишь у нас Чебатрех Дмитрий Рыба 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 Тоже много Да Растягивайтесь Смотрим Есть? Пусто? Пусто Здесь у нас молдавский спортсмен Пару Владимир Да он чемпион Сейчас посмотрим Не наша рыбалка предупреждает А не наша рыбалка? Опять не наша Снова не наша рыбалка У меня под вортир тогда пусто Неоднократный участник чемпионата мира Да Да Не, хорошо смотри Да нет Кукуруза уже кричит С кукурузой С кукурузой С кукурузой Не, восемь Ах, лысый чуть-чуть Восемь шестьсот Восемь шестьсот тридцать Восемь шестьсот тридцать Друзья, следующий у нас Маслеев Константин Девять, ноль, ноль Ровно девять килограмм Костя поставь свой Отличный результат Ахтограф Обошел всех восьмершников Своей девяткой Пятьсот сорок Шесть пятьсот сорок Шесть пятьсот сорок Я не знаю Не знаете, но предполагаете что? Ну я не уверен, серьезно, да Были проблемы Точно четвертый Все было непросто, ну посмотрим Сейчас весят Белоус Семь шестьсот восемьдесят Шестьсот восемьдесят Шестьсот восемьдесят Итак, главная интрига сезона Не слишком большие надежды на меня Предводитель Фешдрима Организатор нашего Двукратный обладатель кубка Трех сезонов Подряд? Да Два года поливания Давай Десять шестьсот пятьдесят Десять шестьсот пятьдесят Дать я засею Семь пятьсот Сессия прошла негладко Но в принципе нормально Мне удалось занять четвертое место С весом десять килограмм шестьсот сорок грамм Ловил на поплавок На маховую удочку На шестиметровую Проблема была очень большая в реализации рыбы Плюс рыба не стояла плотно То есть она была какая-то проходящая Задерживалась лишненадолго То есть были провалы большие Поэтому такой результат Но в целом я конечно не доволен Но я не особо расстроен Потому что четыре балла Это не так много Есть второй день И еще есть как минимум два сезона По итогу которых Выигрывается главный кубок Понятно По тактике ловли Расскажите По тактике Почему не переходили на фидер Или переходили на фидер? Я не переходил на фидер Потому что я ориентировался по оппонентам В этом не было смысла То есть фидеристы Которые ловили ту же платву Тарань Ловили меньше Ловить рыбу Типа карася или леща Было нецелесообразно Потому что он еще не клюет В нужных количествах То есть поэтому так Тактика правильная была Это ловить маховой удочкой И это можно увидеть по результатам Первое, второе, третье, четвертое Как минимум места Заняты по ловле на поповок На маховую устность Да, абсолютно правильно Поэтому с тактикой все было правильно А вот с исполнением не совсем Ну может быть Расскажите про прикормку Которую вы использовали сегодня Ловил на фишдрим Ловил на фишдрим Ловил на фишдрим Запад Река И спортблэк Один состав И глина Второй состав был Карп карась Акьюшный И карп линь Сазан Если не ошибаюсь Двух килограммовый В зиповских пакетах Тактика была простая Сделать корм инертный Для того, чтобы избежать Большого количества скопления Уклейки Добавить в корм Зерновые составляющие То есть это кукуруза Конопля вареная Сделать плотные шары Часть сделать особо плотные Часть немножко рыхловатые Закормить Кормила шаров Наверное 7 Ну 7 апельсинов Грубо говоря То есть это был стартовый закорм После этого я увидел Что Уклейка все-таки беспокоит Не дает Постоянный закорм Точечный Не Не все равно Не Позволяет плотве Ее вытеснить То есть она все равно преобладает Поэтому приходилось бегать От Кормового пятна То влево направо То ловить в нем Плюс Немного Неудачно сел На помосте Слева Соперник Ловил активным кормом Немного не рассчитал И Его шары В принципе всплывали Плыли ко мне в сектор И рассыпали прикормку Поэтому В этом тоже была Доля заслуги Типа уклейки Вот Такая вот история Ну что ж Закончился у нас Первый этап Кубка трех сезонов Весна Ожидалось больше Как бы Будет больше уловы Но Опять поплавок Показал себя Поплавок Взял первое место На первом туре Пока Мест Остальной Средний вес Вес рыбы 7500 Ну До 8 кг В основном Преобладает Плотва Плотва еще не Не с икрой Плотва еще чистая Она ничего не Не пошла на нерест Средний вес плотвы Порядка 50-70 грамм Но были особи И за 200 Карася Очень мало Буквально Пару человек И лещ Были пару подлещиков Но это не лещ Это подлещик Были пару штук Но это так Это не показатель Друзья Такие результаты Первого тура Турнира Трех сезонов На этом я Видео заканчиваю Вторая часть Будет завтра Поэтому Смотрите И болейте за наших спортсменов Если видео было полезным Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Все для клево Всем удачи Всего хорошего Пока